Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 24-8 и Евангелие от Иоанна 20-й глава 2-й стих, мы зададимся таким вопросом. Поверила ли Мария Магдалина воскресение Христова сразу? В чем заключается проблема? Евангелист Лука сообщает нам в этих стихах, что Мария Магдалина и женщины, пришедшие с нею, увидев пустой гроб, вспомнили слова его, что он воскреснет из мертвых. То есть для них это был знак, пустой гроб, когда жены мироносицы увидели пустой гроб, это знак того, что Христос воскрес. Но Евангелист Иоанн Богослов говорит, что Мария сказала ему, то есть самому Иоанну и Петру, который здесь был рядом, что унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Это Иоанна 20-й глава 2-й стих. Создаётся впечатление, что вот в этом случае она не поверила в воскресение Иисуса. Какое можно найти решение? Если предположить, вот об этом как раз пишут экзегеты, что это указание на одно и то же событие, то возможно, что Мария ещё не поверила, что Иисус восстал из гроба, как и написал Иоанн. Но только вспомнила, что Иисус говорил, что Он воскреснет из мертвых, как написал Лука. То есть она вспомнила, что Христос говорил, что воскреснет, но это ещё не было признано, что Он на самом деле уже воскрес, по крайней мере, не до того, чтобы поверить в это. Но есть другое объяснение, оно мне представляется более правильным. Когда Ошон и Мироносицы очень рано, когда ещё было темно, двинулись в это направление, побежал Иоанн и Пётр. Иоанн был моложе, он прибежал первым. Потом Пётр. Ну, тут Мария Магдалина и недоумение. Недоумение, а где же тело Христа? А когда основная часть жён Мироносиц подходит к этому же месту, к этому же месту, здесь они имеют рассуждение между собой, как экклесия. Экклесия – это собрание верующих. И рассуждение экклесия – это намного важнее, чем рассуждение индивидуума отдельно взятого человека. И они вспоминают слова Христа о воскресении. И они теперь становятся апостолами его воскресения. Прежде всего, Мария Магдалина и другие жёны Мироносицы. Одиночество ввергает нас часто в неправильные суждения, в неправильные представления. И мы должны избегать собственных умозаключений. Любое слово верно при устах двух-трёх свидетелей. До меня знаете, что такое два-три свидетеля? Два свидетеля – это священное писание и священное предание. А третий – это учительство церкви, современной нам. И любое слово, на мой взгляд, верно только при совпадении этих двух-трёх позиций. И об этом важно помнить. Поэтому описывается у Луки и у Иоанна не одно и то же событие. А очерёдность двух событий, когда в одном случае действительно всё непонятно, всё неопределённо, в другом случае тайна веры раскрывается в душах верующих. И хотя свет во тьме светит, тьма уже не может его объять. Поэтому избегайте в духовной жизни, в религиозных суждениях личного мнения. Мнение – это очень опасное такое явление. Придерживайтесь вот этих двух-трёх критериев, при устах которых верно всякое слово. Священное Писание, Священное Предание, Учительство Церкви. Экклесия – это не обязательно там Вселенская Церковь. Двое или трое – это тоже может быть экклесия. Но это согласие друг с другом. Вот что экклесия, которая делает это согласие Вселенским. Когда мы не противопоставляем какие-то частности, какие-то частности всеобщему соборному пониманию. И вот этот случай с жеными-мироносицами, он прямо может нас тому научить. И когда мы видим их действующими сообща, вспомнили слова его. Это события, связанные с крещением. А в одиночестве рассеянные, Пётр в ужасе, Иоанн не знает, что делать. Она, та же самая мироносица, допускает мысль, унесли Господа из гроба, не знаем, где положили Его. И, увидев Христа, думает, что это садовник, и просит у Него показать, где Он положил тело. На что Христос отвечает ей пасхальным, радостным восклицанием, обращенной именно к Ней, Мария. И Господь силен обратиться и к Твоей и моей индивидуальности, если мы в согласии друг с другом, как народ Божий. Поэтому этот вопрос, он имеет более широкое значение, чем то, что лежит на его поверхности. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых наших беседах. И берегите себя. И спрашиваю ваших молитв за наш проект «Трудные места Священного Писания». С Богом! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...